дорогие девятиклассники продолжаем наши занятия сегодня мы разберем очередное задание напоминаю что все задания мы берем из раздела открытого банка оэгэ они доступны вам на сайте фипи и так задание задание четвертое синтаксический анализ синтаксический анализ это проверка знания вами видов подчинительной связи вспомним согласование когда главное и зависимое слово согласуется вроде числе в падеже в русском языке принято что всегда первым идет определение например например красивый шар красивый шар вот у нас классическое согласование главное слово согласуется зависимым шар какой вроде в числе и в падеже да это согласование дальше конечно же по порядку нас идет управление 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 давайте повторим немножечко управление когда главное слово управляет зависимым задает ему падежный вопрос а падежный вопрос он задает вопросы косвенных падежей все по кроме именительного падежа например например ну давайте ручка ручка двери вот у нас сочетание слов главное слово это ручка ручка чего двери и мы находим классический способ управления когда главное слово управляет зависимым диктует ему определенный падежный вопрос определенную грамматическую форму падежная далее по списку у нас идет затем третий вы все знаете помните это примыкание 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 когда главному слову зависимое примыкает по смыслу мы задаем всегда основной ключевой смысловой вопрос как когда и час чаще всего в роли зависимых слов это бывают конечно же неизменяемая часть но например на речи до писать писать как быстро 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 вот у нас главное слово и зависимое задаем вопрос писать как быстро таким образом перед нами сочетание слов то есть слова сочетания вид подчинительной связи примыкание примыкание таким образом у нас появляется но все учителя вам говорят да это суп то есть согласование управления примыкания что же требуется в этой задачи мы решаем ее последовательно вначале всегда дается одно словосочетание которое надо перестроить перестроить на какой-нибудь определенный другой вид подчинительной связи например здесь дано цель жизни цель жизни мы находим главное слово цель цель чего жизни и он это построено она на основе управления надо перестроить на словочетание со связью согласования то есть согласуем вроде числе и в падеже получается у нас главное слово сохраняем цель задаем вопрос или какая и пишем ответ да жизненная жизненная цель прошу прощения за мой такой почерк да я тоже волнуюсь ну а вы наверное мне можете также подсказать действительно я слышу как вы киваете как вы повторяете вслед за мной но смотрим здесь проверяем согласовать согласуется вроде в числе и в падеже что и требовалось доказать смотрим это конечно совпало главное зависимое слово смотрим падеж до число единственное и конечно же рот женский рот таким образом главное зависимым согласуется вроде в числе и в падеже буквально полностью обычно согласование помнят по каким-то таким юмористическим высказываниям да не умея не умение согласовать например ну а сейчас это вот такое легкое задание мы написали ответ это будет ответ еще раз повторяю жизненная цель жизненная цель переходим пятому заданию пятое задание орфографический анализ орфографический анализ анализ который от вас требует чтобы вы знали хорошо системное такое системное задание проверяющие ваши знания орфографии что такое орфография орфография это раздел науки языке когда мы изучаем орфограммы 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 написание слов да вы помните орфограмма это ошибка опасное место в слове где можно допустить какую-нибудь орфографическую ошибку все вы знаете есть словарные слова есть орфограммы правила правописания слов но и собственно даются посмотрите разные трактовки правил ваша задача найти правильное верное объяснение написание слова написание правила правда или вымысел мы тут играем и надо записать номера этих ответов как решать давайте попробуем решить это задание 5 по порядку по порядку шаг за шагом и так дано первое расценивать расценивать читаю что дано на конце приставки перед буквой обозначающий глухой согласный звук пишется буква смотрите значит да и приставку я выделяю вот она стоит да вот она и мы видим на конце приставки перед перед глухой c да вот так наверное лучше и получается у нас правило это смотрите это приставки помните да написание которых надо проверять элементарным способом элементарным если она стоит перед глухой перед глухой пред глухим перед глухим звуком то мне пишем на конце приставки глухую да если она стоит перед звонкой то мы пишем с теперь давайте определимся вас наверное вспомните пожалуйста начальную школу когда вам учитель подсказывал подсказывал способы как определять звукость звука глухость и звонкость помните проговаривали закрыв уши звуки и тогда вам подсказывала что если звук там определенный то это и глухость и звонкость таким образом таким очень обычным простым способом вы определяли ну и конечно есть еще и волшебные фразы напоминалки эти фразы тоже они вы знаете их можно запомнить до фока хочешь поесть щец и ой не будем забывать друг о друге где если убрать все гласные и мягкие твердые знаки вы увидите что остается или только звонкие или только глухие и так на конце приставки перед буквой обозначающий глухой согласный звук пишется буква с да это так да это так это все верно я плюсую перехожу ко второму варианту читаю подведены итоги всегда смотрите то что слово дается в скобках рядышком она вам подсказкой служит итоги каковы подведены подведены да это передо мной написано краткая форма имени прилагательного вот меня смущает прилагательного почему почему меня это смутило объясню прилагательно она образуется от существительных вы помните да обратите дерево деревянный стекло стеклянные и золото золотой а здесь у нас стоит немножечко другой обратите внимание подведены подведены образована от глагола совершенного вида что делать что сделать подвести от глаголов то есть таким образом мы выходим на другую часть речи на другую перед нами причастие краткое причастие краткое причастие давайте я напишу еще преобразую полную форму какие-то подведенные какие подведенные подведенные вот я полную форму преобразовала посмотреть трансформации какая происходит суффикс причастие я нахожу каковы подведены краткая форма значит передо мной это неприлагательное это причастие следовательно это неправильно неправильное вариант я минусую и удаляю этот этот вариант и так перехожу к третьему варианту дано расстелаться расстелаться написано что это написание безударно чередующийся это гласное в корне зависит его лексического значения и так слове безусловно есть чередующиеся гласные вот я ее стил до стил нахожу далее обращаю внимание рядом стоит после суффикс а суффикс а да и посмотрите мысленно подбираю чередующиеся гласные расстелить расстелать расстелаться конечно же здесь зависит от суффикса а если суффикс а то в корне я пишу гласную и если нет суффикса то я пишу гласную е гласную и а здесь написано что зависит его лексического значения лексическое значение здесь не причем это ловушка потому что лексическое значение вы знаете помните зависит в равен ровен да помните и конечно чередующиеся мак мог 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 таким образом проверяю и получается у меня здесь тоже неверный ответ так перехожу к четвертому решил много задач до написано что-то существительное третьего склонения но это уже начальная школа давайте вспомним задача задача это существительное не третьего склонения существительное третьего склонения с основой на шипящий давайте вспомним примеры до мелочь она моя вспомним там и другие а вот здесь она совершенно не третье склонение и тем более не подходит под формулировку следовательно тоже минус перехожу к пятому говорил как по-английски по-английски это наречие безусловно выделяя сразу приставку и суффикс и здесь написано что-то наречие да это наречие пишется через дефис потому что она образована то снова имени прилагательного так давайте мысленную логическую цепочку английский английский да как по-английски якутский как по-якутски русский как по-русски следовательно вот эта формула по и суффикса всегда нам дает написание дефиса написание дефиса значит это правильная трактовка верное объяснение поэтому плюсую таким образом у меня получается следующие варианты правильных ответов ответ пишу здесь один один где у нас еще плюс был так это минус это минус это минус и 5 15 15 15 15 15 мы даем решаем и приходим к ответу орфографического анализа 15 надеюсь стало немножечко яснее на следующих занятиях перейдем перейдем к решению других заданий и